И задержка, по мнению ученых, была вызвана медленным темпом созревания лобной доли коры головного мозга, а соответственно и развитие связи ее с другими областями коры и подкорки. И соответственно развитие всех познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, речи и так далее. Эти дети уступали сверстникам физическом развитии, они были невысокого роста, достаточно худенькие, с небольшими размерами головы и отличались выраженным эмфантилизмом как познавательно, так и в волевой сфере. Они с трудом включались в учебную деятельность, очень быстро утомлялись и отличались низкой работоспособностью. Но так как, в общем-то, самосознание, самооценка у этих детей тоже формировалось и они были в состоянии оценить уровень своего положения в классе и уровень своих оценок, плохая оценка для всех, понятно, они становились выраженно тревожными, проявляли раздражительность, агрессивность и становились все более и более трудными для детьми в процессе. Обучение. Ну, как видите, сейчас таких обучающихся у нас есть, то есть закономерности определенные у этих группы неуспевающих обучающихся, они остались. Вторую группу, выделенную вторую группу составляли дети с функциональными расстройствами психической деятельности, то есть то, что было обусловлено именно цереброастеническими процессами, состояниями, которые были, ну, как правило, следствием мозговых травм, как внутриутробных, так и прижизненно полученных в результате падений, ударов, ДТП и так далее. Для них отмечалось, уровень развития у этих детей был, в общем-то, в пределах средневозрастных норм, но именно слабость основных нервных процессов у них наблюдалось именно в плане снижения. Но это снижение, в отличие от первой группы, было временным, то есть так как только проводилось этим детям лечение, то, естественно, что эти дети, имея хорошее физическое состояние на конкретный момент времени, они добивались значительных успехов. То есть здесь снижения, как в первой группе, тотального не было. Ну и сейчас принято считать, что основной причиной развития задержек психоречевого развития являются так называемые, мы не говорим с вами о речевых конкретно нарушениях, это сфера деятельности все-таки логопедов и дефектологов, мы говорим именно с вами о комплексной задержке психоречевого развития. Так вот, основной причиной такого отставания является, это уже выявлено, доказано и нашими дипломными работами, и сейчас мы заканчиваем магистрскую диссертацию с моим студентом, именно по изучению минимальных мозговых дисфункций, то есть тех минимальных органических повреждений головного мозга, которые выявляются, ну, со значительным, скажем так, трудом, но тем не менее очень часто эти минимальные мозговые дисфункции выявляются только по снижению основной функции со стороны внимания и памяти. Ну и вы знаете, есть очень хороший тест на выявление минимальных мозговых дисфункций именно по функции внимания, это тест ТУС Пьерона, он используется в широком возрастном диапазоне, он является модификацией корректурной пробы и позволяет определить многие функции внимания, скорость, переключаемость, распределение. Очень четкий тест, который дает нам цифровое понятие того, насколько выражены минимальные мозговые дисфункции. Минимальная мозговая дисфункция может сформироваться внутриутробно, это гипоксические состояния беременности, особенно гипоксические состояния у беременных в период раннего развития всех органов и систем. Это первые 10-12 недель. Да, потом это тоже существенно будет влиять, но здесь повреждения более могут быть выражены. В некоторых случаях это генетическая предрасположенность центральной нервной системы именно к слабости протекания нервных процессов. Это могут быть интоксикации, которые мама получила в результате инфекционных заболеваний, отравлений, курений, употреблений алкоголя, токсических веществ, наркотических веществ. Но это воздействие было достаточно кратковременным и не сформировало, по счастью, грубых нарушений, которые будут уже содействовать развитию олигофрении, то есть умственной отсталости, но которые приведут к серьезным достаточно последствиям потом в период начала обучения. Кроме этого, это могут быть неблагоприятные условия воспитания, это социально-педагогическая запущенность, то есть нарушение притока информации, доступной информации, дефицит информации, которая необходима по возрасту, и естественно, что они будут усугублять отставание в этом развитии. Эти причины, они не являются единственными, они всегда формируют минимальные органические повреждения, минимальные мозговые дисфункции в совокупности. ЗПР, поэтому, извините, соскальзываю. Задержка психологического развития является наиболее распространенной формой психической патологии детского возраста. Почему она выявляется в подготовительной группе и тогда, когда ребенок начинает систематически посещать школу? Именно там познавательные процессы становятся ведущими формированием вот этой деятельности основной ведущей, учебной. То есть без определенного уровня развития внимания, естественно, невозможность сосредоточения на какой-то информации, учебной именно информации, которая является последовательной и систематической. Поэтому, естественно, что хотя диагностировать задержку психоречевого развития, вы прекрасно понимаете, можно уже 3-4 года. К сожалению, не всегда мы можем это сделать. Это не значит, что воспитатели детских образователей дошкольных учреждений не видят этого. Просто-напросто это вот и является основной проблемой диагностики задержки психоречевого развития. Это нежелание родителей видеть явное. То есть советы мы им даем и постоянно даем советы. Обратиться к специалистам, это к логопеду, прежде всего, и к дефектологу. Но родители не могут, до многих родителей невозможно достучаться и объяснить, что сенситивные периоды по формированию познавательных процессов и речи в частности, это как раз период от 3 до 7 лет. Если в этот период у многих детей не будет достаточно сформирована речевая функция или будут какие-то дефекты произношения, очень часто сформировать правильную речь будет очень сложно, потому что времени у ребенка на это будет все меньше и меньше. И уже необходимо будет развивать другие познавательные процессы, которые выстраиваются и развиваются именно на них. И получается все более грубая и грубая задержка. И естественно, что здесь осуществляется уже диагностика целенаправленная, потому что ребенок идет в школу, необходимо узнать уровень его развития. В медицине задержка психо-бечевого развития относится к пограничным формам интеллектуальной недостаточности. И вот именно одной из проблем консультирования является трудность диагностики одномоментной. Это обязательно должно заниматься определенное время, потому что задержка, она корректируется, может корректируется умственная отсталость, ребенок остается на том же уровне развития. Поэтому естественно, что мы не можем сразу же поставить умственную отсталость или грубую задержку психического развития, но здесь и сейчас. Только понаблюдая за ребенком, проведя неоднократно диагностику, уже систематически обучая ребенка, уж именно по школьной программе, мы можем четко уже отнести к той или иной нозологии. Основные клинические проявления задержки психического развития – это замедленный темп психического развития. Психическое развитие идет только очень медленно. Дети отстают от своих сверстников, но есть тенденция к формированию, чего нет при интеллектуальной недостаточности, прежде всего олигофрении степени дебильности, выраженной или не выраженной. Личностная незрелость – это дети непосредственные, эти дети с игровой мотивацией, это дети, которые напоминают более младших сверстников своих. Это не грубое нарушение познавательной деятельности. То есть внимание есть, память есть, только для повторения необходимо многократно повторить, для запоминания многократное повторение и так далее. Ну и у этих деток наблюдаются различные цифлопатические синдромы. Это что проявляется гиперактивностью, ну вы знаете, это синдром дефицита внимания с гиперактивностью или с гипоактивностью, не будем забывать и этнозология. Эти дети имеют значительный уровень тревожности, они могут быть агрессивными, в том числе и аутоагрессивными. Что такое психологический инфантилизм? Это длительно текущее астенические состояния, которые относятся к более легким формам проявления задержки психологического развития. Иногда мы не обращаем на это внимание и пропускаем эти психологические нарушения, и не оказываем соответственно коррекционно развивающей помощи этому ребенку, что усугубляет его состояние. В основе это трудности в формировании эмоционально-волевой регуляции. Ну мы уже с вами выше сказали, что это прежде всего нарушение функционирования лобной доли, корректора поведения. Я уже на своих вебинарах многократно об этом говорила, что если нет этой коррекции, мы не можем ребенка ввести в те социальные нормы, которые приняты в нашем обществе. Это всегда тревожный звонок, это всегда необходимость обращения к неврологам. Потому что в данной ситуации мы можем просмотреть какую-то серьезную неврологическую нейрохирургическую патологию, которая и не позволяет нам скорректировать этого ребенка. Это случай, когда в течение нескольких лет я пыталась убедить родителей, что это неплохое воспитание, потому что действительно семья была обеспокоена состоянием ребенка. Но они считали, что ребенок сам виноват в этом, что он не хочет, он лентяй, он непослушный и так далее. Но когда обратили внимание, все-таки это был уже 5-6 класс, обратились к нейрохирургам, оказалось, что у ребенка серьезнейшая патология аневризма одного из сосудов в лобной доле, что и вызывало вот эти явления и невозможность ребенка сформировать социальные нормы. Поэтому обязательно необходимо это сделать. А для таких детей также характерна очень низкая работоспособность. Ну, вспомните, это период вырабатывания, потом оптимальная работоспособность, предутомление, которое можно у обычного ребенка прервать, фискультминуткой, переключением с задания на задание. Здесь это не проходит. Здесь долгий период вырабатывания, короткий период работоспособности, оптимальная работоспособность. Да, эти дети могут оптимально работать, но не более 15, максимум 20 минут. Этого недостаточно на уроке. И потом резко наступает утомление. Вот этого этапа предутомления, когда мы видим и можем переключить ребенка, не наблюдается. Кроме этого наблюдается очень быстрая истощаемость. То есть длительно делать какое-то однотипное задание, эти дети не могут. Монотонность их быстро истощает. Аритмия памяти. Или они запоминают хорошо в период, тогда, когда они заинтересованы в этом. У них тоже есть интересы, у них тоже есть мотивация. Но в те моменты, когда у них астеническое состояние более выражено, то в данной ситуации, конечно же, запоминание будет плохое. Эти явления, о которых мы сказали с вами, они, естественно, влияют очень и очень серьезно. Существует основа дефекта для развития, развития задержки психического развития. Это связано с тем, что дефицит отдельных корковых функций изначально. То есть обширность и глубина этих процессов, нарушений именно физиологической точки зрения, она более выражена, чем у первой группы детей, то есть у детей с психическим инфантилизмом. Это более тяжелая форма. Обучаемость изначально снижена и не связана с улучшением состояния. Это состояние, которое необходимо не только корректировать психологическими способами, то есть, коллеги, мы можем оказать влияние, это естественно. Здесь первично все-таки выяснение именно объема той патологии, которая есть на неврологическом уровне, и систематическое лечение у невролога, наблюдение у невролога, проведение дополнительных каких-то методов обследования и постоянное какое-то поддерживающее лечение. Это обязательно. Задержка психоречивого развития. Ну, вы это слышали, потому что я ничего нового вам не говорю. Это временный характер задержки этого психоречивого, то есть, несоответствие паспортному данному. То есть, ребенок похож на ребенка более младшего возраста. Но и временный характер, то есть, это отставание. Если в интеллектуальной недостаточности в форме олигофрении мы не будем с вами говорить о развитии ребенка, приближая его к сверстникам среднестатистическим, в данном случае мы будем говорить о том, что там необходимо обучение в специализированной школе, по специализированной программе. Здесь мы должны создать с вами условия для обучения, для развития, для коррекции. И тогда, вот этот период, когда мы сможем скорректировать задержку, он сокращается. Этот период и дети более... Ну, у нас были периоды, когда к концу второго, третьего класса мы переводили детей в общеобразовательные классы, потому что коррекция была полной, и ребенок соответствовал среднестатистическим показателям. Ну, некоторые дети, к сожалению, обучались более длительное время и заканчивали школу в девятом классе. Достаточно сложно. Это как раз вторая группа, наиболее тяжелая. Ну, и клинические типы были выделены по этиопатогенетическому принципу. Здесь мы очень тесно контактим с медициной, потому что поражение – это уже медицинский спектр, и лечение мы с вами не можем назначать. Ну, конституциональное происхождение – это психофизиологический, инфантилин, соматогенного происхождения. Это тогда, когда причиной задержки психолечивого развития является какое-то заболевание, или есть такое понятие – длительно болеющие дети, или хронического заболевания с раннего детства, когда ребенок, прежде всего, устает именно по причине, и, естественно, познавательные процессы тоже устают, именно по причине наличия каких-то определенных проблем со здоровьем. Психогенного характера, я выше уже говорила, это неправильные, неблагоприятные, некомфортные условия воспитания и развития ребенка, и наиболее тяжелая форма с более разнообразными клиническими проявлениями – это задержка психолечивого развития цереброастенического или цереброорганического происхождения. Все варианты не отличаются друг от друга, но очень часто, к сожалению, сочетаются, что усугубляет состояние ребенка и добавляет еще нейродинамические расстройства. Ну, естественно, что это могут быть различные варианты, и здесь нужно быть очень внимательным именно в диагностике. Задержка психического развития, немножко я коснусь этого конституционального происхождения, то есть гармонический ребенок отстает. Это обусловлено генетическими особенностями именно в темпе развития структур головного мозга. И вы прекрасно понимаете, что пока головной мозг не разовьется до определенного нейрофизиологического уровня, мы не сможем сформировать те или иные функции. Ну, и очень часто это проявляется по мужской линии, чаще это мальчики по статистике, и сразу же, в общем-то, мы этих деток определяем. Самый главный коррекционный момент – это удлинение времени детства. Не нужно бояться, иногда родители слушают рекомендации, иногда сложно очень-то показать, и потом этот ребенок получает еще более глубина задержки, становится выше, потому что добавляются еще психогенные, самотогенные, потому что ребенок не может в этих условиях существовать, он маленький, еще маленький, несмотря на то, что ему 7 лет. И, естественно, что те родители, которые понимают, что нужно еще год ребенка, ну, ту же школу подготовки к школе еще год проводить, и, как правило, через год эти дети спокойно, нормально приходят, потому что, поверьте, опыт наблюдения у меня за этими детьми достаточно большой. Я видела этих деток, могу их сравнивать, тем более в школе были длительно, существовали классы 7 вида, к сожалению, потом эти классы были ликвидированы, что привело к существенному ухудшению условий обучения для этих детей. Ну, и вы видите, что это все как раз и здесь ниже дана характеристика детей более младшего возраста. Мы с вами здесь характеристику определяем к моменту начала систематического обучения в школе, то есть для первоклассников. Самотогенного происхождения. Ну, это, естественно, что, прежде всего, хронические инфекции и аллергические состояния, потому что, ну, представим себе ребенка с какой-то хронической инфекцией, бронхит или кишечная инфекция, то есть этот ребенок вынужден принимать массу различных медицинских препаратов, он вынужден находиться в стационаре длительно, и он лишен, прежде всего, вот почему здесь у нас с вами смешанный характер самотогенного происхождения, потому что, во-первых, идет хроническая инфекция, интоксикация, это и воздействие различных очень сильных препаратов, которые необходимы, антибиотикам в частности, ну, и самотоген, это психогенного характера, потому что ребенок лишен нормального общения со сверстниками и взрослыми. Он все время находится в больнице. Ну, и аллергическое состояние, вот там еще присоединяется, ну, представляете, да, дерматиты, это постоянные зубы, плохой сон у ребенка, ребенок раздраженный, если у детей диатезные формы бывают очень распространенными по кожным покровам, естественно, этот ребенок тоже будет, ну, не до учебы ему, когда мы раздражены, когда у нас что-то болит, чешется, как при аллергических каких-то дерматитах, то, естественно, что для детей это будет очень сложно. Что же для них характерно, для этих детей? Сейчас я вопрос прочитаю, хоть даже в легкой форме, или психолог может в состоянии, коррекционно развивающихся, не поняла вопрос. Вот. Ну, здесь, опять же, они неуверенно и боязливо. Ну, боязливо здесь будет связано с тем, что и ограничение круга общения, и, естественно, боязнь процедур медицинских, и добавляется еще ощущение неполноценности физической, когда выходит даже элементарно, родители вывели ребенка погулять, ребенок не может прыгать, бегать, как и остальные дети. То есть это тоже приводит к серьезным нарушениям со стороны формирования вот этих явлений, и делает ребенка более замкнутым, необщительным. Ну, и домашность этих детей, они гиперопекаемые. Это дети, которые привыкли, что очень много делается за них. У меня был опыт общения с двумя братьями-близнецами, один из которых родился со сросшимися пальчиками, ласта такая у него, и правые, и левые ручки были. Ну, и естественно, что родители, мама в частности, была связана с тем, что операцию ему стали делать уже с года, разъединять пальчики, потому что все пять пальчиков были сросшимися. И мама вынуждена была с этим ребенком лежать постоянно в больнице в Санкт-Петербурге, мы живем в Уфе, а старший остался близнец, остался с бабушкой и с дедушкой. Вы знаете, более настойчивый – это вот больной ребенок, потому что мама ему всегда говорила, добивайся, и добивайся сразу самого сложного, потому что легкое тебе и так дастся. И я помню, когда меня поразило, когда она пришла, до еще школы год мы занимались, и она сказала, Ольга Генриховна, пожалуйста, не завязывайте ему шнурки. Я говорю, так а зачем, если ему трудно завязывать шнурки, почему его на липунах не купить в оттенке? Она говорит, специально, я говорю, а зачем? Он таким образом развивает мелкую моторику постоянно. Ну, ничего тут не скажешь, потому что мама молодец в этом плане. Ну и он, как ни странно, более самостоятельный, потому что старшего все время жалели бабушка, дедушка, папа, к сожалению, ушел из семьи. И жалея ребенка, они старались ему постоянно помогать, ограждать его, потому что без мамы жира, без родителей, мама очень много времени проводила именно с младшим. Вот, поэтому у ребенка зачастую такого формируется со всем прочим проблемам еще и ипохондричность. И у меня был один знакомый молодой человек, сейчас он уже взрослый мужчина, и когда я приходила, ну, там ипохондричность была у бабушки, был панический страх, что они заболеют тяжелым заболеванием. И я помню, пришла к ним, и он опять к ним в детском садике. Я говорю, а что случилось-то опять, Марат? Маленья. Вот понимаете, вот буквально вот таким тоном, пятилетним ребенком, уже вот, собственно, бессилием было сказано. Ну и удовольствие, потому что в садик не нужно ходить. И, к счастью, он рос очень здоровым человеком, но вот это же желание посидеть дома, поболеть у него осталось и до сих пор. Самое главное для этих детей в плане консультации родителей, это, ну, как правило, эти родители все-таки более, такие, скажем, сговорчивые, более внимательные к вашим рекомендациям. Здесь самое главное, когда ребенок чувствует себя хорошо, не надо его удалять из коллектива. Если есть возможность физиологическое, физическое посещать детское учебное, образовательное учреждение, обязательно, потому что это будет только способствовать. Но, естественно, что в тот период, когда они чувствуют себя хорошо, все это, естественно, улучшается, и ребенок, все у него в порядке. Вот что-то я не понажимаю. Так, следующее, психогенного происхождения. Ну, это неблагоприятные условия воспитания. К сожалению, вот именно эта группа детей, она становится более многочисленной. Неблагоприятные условия воспитания. И наиболее трудные для консультирования и коррекции. Почему? Потому что здесь необходима систематичность и тотальность, скажем так, коррекционно развивающих занятий, которые продолжаются еще и дома, не только в школе. Потому что те правила социальные в этой семье, они расходятся с общесоциальными правилами. И, естественно, что, ну, не дают возможности ребенку осознать, что необходимо что-то менять в своей жизни. Мама раскармливает ребенка. Потакает всячески любым его болячком. Ребенок абсолютно здоров. Но на тот момент, когда все-таки мама решила обратиться ко мне, у ребенка уже появились признаки сахарного диабета. Ну, во всяком случае, гиперклюкемия, это точно. Но дело в том, что мальчик с лишним весом. Когда в школе обучается очень плохо, мальчик живый, мальчик очень непохандричный, хитренький манипулятор. Ну, и, естественно, что с мамой разговариваем, я говорю, во-первых, его нужно поднять с дивана. Почему он у вас все время спит после школы? Нет, я понимаю, как врач, почему он спит после школы. Но это противоестественно для ребенка, его возраста. Ребенок учится в четвертом классе. «Давайте что-то делать». «Ну, я же не могу ему отказать». Я говорю, «В чем вы ему не можете отказать?» «Ну, вот он любит выпечку, вот я люблю, ему нужны булочки какие-то». «Ну, давайте дальше булочки». Все это закончилось тем, что ребенок, ему же как-то надо самоутверждаться в обществе, а инфантильность выраженная. Впоследствии этот ребенок не осознает, ну, он действительно не осознает. В результате он в 11 лет совершил кражу в магазине, но опять же родители пошли у ребенка на поводу, чтобы оправдать его, они быстро перевели его в другую школу. Что будет дальше? Очень сложно. Задержка психического развития, но не диагностирована на ПМПК, они так и не пошли, но, вероятно, будет усугубляться, и этот ребенок будет хронически не успевающим, и вряд ли получит полноценное образование. Ну, и церебро-остеническое поражение центральной нервной системы, эти поражения очаговые, не тотальные, как при олигофрении, и у каждого из детей вот с таким типом задержки будут различные проявления, ну, и будут типичные в том числе. Нет стойкого нарушения, именно стойкого нарушения познавательной деятельности, ну, раз мы говорим о задержке, ну, и, естественно, что эмоционально-волевая сфера у этих детей будет в большей степени страдать. Поэтому в данной, вот именно коррекции эмоционально-волевой сферы именно у этих детей должна быть на первом месте. Как только мы сформируем вот эти социально значимые правила для ребенка, он их усвоит, тогда и познавательный интерес, и, соответственно, познавательная деятельность будут развиваться. Так, следующее, что у нас? Ну, вот это типичные особенности детей с задержкой, независимо от того, или зависимо, скажем, от того, какой тип преобладает у этих детей. Ну, и, естественно, что это, ну, как видите, недоразвито, недосформировано, все это не обстоит. Это проблемы консультирования. Проблемы консультирования этих детей, они связаны в большей степени, поверьте мне, с родителями, потому что родители не хотят идти на контакт, родители не хотят понять, что это пограничное, и мы не исключаем в тяжелых случаях у ребенка наличие умственной отсталости, именно в степени легкой дебильности. Мы не исключаем это. Дифференциальную диагностику мы можем осуществить только несколько месяцев, наблюдая ребенка в тех условиях, в которых это проявляется больше всего, то есть в школьных условиях, в процессе обучения. Почему не хотят родители слушать рекомендации, следовать рекомендациям? Ко мне пришла девочка, которую я знаю с рождения, и у этой девочки уже свой 7-летний ребенок. У ребенка выраженная задержка психического развития и под вопросом умственная отсталость. Знаете, какой вопрос задал мне ребенок, которого я знаю с детства, то есть я знаю ее 30 лет. Она мне говорит, я объясняю, что сейчас необходимо нам с того, вот такая тактика. Вы приходите ко мне, мы занимаемся с Никитой. Вы идете к дефектологу, дефектолог заниматься начинает своей работой. Ну и к логопеду вы идете на консультацию, потому что вроде бы нарушений произношения нет, но словарный запас ограничен. Она мне говорит, я не пойду не к психиатру, а к психиатру, естественно, чтобы исключить какие-то дополнительные. Я не пойду ни к дефектологу, ни к психиатру. И, естественно, до сентября коррекция неосуществима. Это нереально. Больше она ко мне не пришла. Хотя до этого она общалась со мной, звонила мне периодически. Нежелательно то, что я сказала. И девочка поняла, что, ну, возможно, я сказала правду, а лучше быть в неведении. Потому что и говорит, ну, вот в детском садике все было хорошо, в школу пришел. Это предвзятое отношение к моему ребенку. Ну, как же это предвзятое отношение, если в детском садике был один вид деятельности, и наверняка вам воспитатели говорили о том, что ребенком необходимо обратиться уже к специалисту-дефектологу, который определил выраженность вот этих интеллектуальных нарушений. Нет, к сожалению, этого не бывает. И вот в тех случаях, когда родители идут на контакт, и очень активно идут на контакт, действительно коррекция просто потрясающая, и действительно на глазах. Я всегда консультирую сначала ребенка, чтобы родители мне не мешали. Девочка заходит. Ну, вот бывает интуитивно, ты понимаешь, что ребенок нормальный абсолютно. Но ребенок не отвечает ни на один вопрос. Но когда я начинаю картинки показывать, ребенок не решает абсолютно все задачки, которые ему предложены. Ну, так как у нас многоязычие в республике, и я маму зову, я говорю, какой родной у ребенка язык? Марийский. Ребенок 7 лет жил в Марийской деревне. Естественно, у ребенка родной язык, родной язык. По-русски с ней практически никто не разговаривал. Я ее забрала только вот сейчас. Ну, и когда я маму посадила рядом и попросила маму переводить ребенку задание, ну, определилась, что у ребенка все прекрасно, все хорошо. Ребенок был определен в класс компенсирующего обучения, потому что первый класс у нас был компенсирующего обучения, когда мы дифференцировали именно все, что необходимо нам. Ну, и через полгода у ребенка стала формироваться очень хорошо речь. И через год, проведя через полнпокатого ребенка, мы определили ее в общеобразовательный класс. Девочка закончила блестящий 11 классов, учится сейчас в университете, в одном из университетов, и проблем такого плана у ребенка не возникает. И вот здесь у вас вопрос. Родители поздно обращают, поздно замечают, либо боятся обратиться. Да, второе правильно, замечают, замечают, поверьте. Они замечают, и поэтому именно замечают, что с ребенком что-то не в порядке, вот этот активный негативизм в отношении психологического консультирования у родителей, у этих и наблюдается. Ну, и сейчас еще вот этот вопрос сразу по ходу. Написали просто в общей. ЗПР в легкой форме. Нет, задержка психического развития есть задержка психического развития, только разного генеза. Поэтому, естественно, что подтвердить именно как диагноз психолога, медико-педагогической комиссии должна это, плюс это, естественно, обследование медицинское, комплексное. Ну, и организовать коррекционно развивающую работу, почему бы и нет. Если это легкая форма, как вы считаете, как правило, это нужно дифференцировать социально-педагогической запущенности. Да, здесь ваше занятие на первый план. Ну, и работа с семьей, естественно, работа с семьей обязательно. Я вот еще раз говорю, что это, конечно, наиболее проблематично. Ну, и организация коррекционно развивающих занятий. Как правило, здесь нужно действовать достаточно авторитарно. И если есть согласие родителей на психолого-педагогическое сопровождение, то, ну, авторитарно, да, сейчас будете, вот, после уроков, в понедельник, среда, пятница, в течение месяца, ребенок я буду после уроков забирать и вести индивидуальную коррекционно развивающую работу. Это так. Ну, и вот смотрите, что же необходимо для речевого развития, все-таки мы выделим немножко, потому что это важно. Готовность включает в себя обязательные, обязательные несколько. Это правильное звукопроизношение, способность опознавать и дифференцировать акустические признаки и достаточный уровень сформированности словаря и грамматического строя. Чего нет у этих детей? Что у них не сформировано к этому выходу? Плохо переключается, зависла. Устная речь, вот видите, да? Это звукопроизношение, шипящее, свистящее, буква Р. Это нарушение фономатического слуха и фономатического восприятия, недостаточность, сформированность. Это связано с тем, что вот эти межанализаторные связи формируются медленнее, чем у других детей. И это приводит к тому, что зрительно-двигательные, слухозрительные, слухозрительные, слуходвигательные связи формируются медленнее, что существенно потом перейдет на формирование письменной речи. Так, недостаточно словарного запаса. И у детей нет возможности составить правильное предложение. Здесь необходимо не унижать ребенка, не кричать на него, а именно старательно формировать. Но я использовала их в воспитании своих детей, малышей наших. Эхо. Как эхо? Ребенок говорит неправильно, тут же эхо, без каких-либо комментариев, никаких. Отправляете это слово, правильно произнеся его. Не жду делом. Шабака. Собака. Тамвай. Трамвай. То есть произносим все звуки, и ребенок как будто бы слышит правильное, как будто бы он сам сказал, к нему возвращается правильное слово. И фиксируется в том центре, в котором ему необходимо зафиксироваться. Ну и построение связанных высказываний приводит к тому, что в дальнейшем ребенок не может, например, изложения. Это не только ведь первый класс. Это мы говорим о всей начальной школе. Это невозможность сочинения, это невозможность пересказов, потому что ребенок не может вот это правильно построить предложение. Легко он соскальзывает с темы на тему, легко застревает на каких-то мелочах, на второстепенных деталях и делает их главными. То есть это действительно проблема, которая перешла у нас на письменную речь. Вот, пожалуйста, недостаточно сформированный фономатический слог приводит к тому, что нет у нас возможности написать правильно, и поэтому начинается у нас что? Ну, не совсем бывает понятно. Учителя начальной школы со мной согласятся иногда читать контрольные работы или какие-то творческие работы. Это действительно потрясающее что-то, потому что много чего ты узнаешь. Ну и вот звуковой анализатор не может. Он, естественно, если это будет диктант, то он пишет ровно то, что он слышит, не анализируя произносение, поэтому очень специфично вы читаете эти диктанты. Именно связано это с тем, что ребенок слышит именно так. Ну и вот трудности в выделении границ предложения. Предложение заканчивается посередине или начинается с середины, как правило. Ну и все, отсюда следующее. Так, сейчас еще вопросы посмотрю. Так, вопросов больше нет. Если я правильно поняла. Запись вам ответили, наверное. Ну, 6 лет и 8 месяцев на сентябрь, вот, Анастасия Николаевна, если вы видите, что действительно ребенок не готов к школе, ну, объективно, то в данном случае я думаю, что да, пусть ребенок лучше пойдет в 6, 7 и 8, но будет сформирован полностью. Если вы считаете, что это не задержка, а социально-педагогическая запущенность, если у вас есть еще возможность, как минимум 2-3 месяца, это летний период, позаниматься с ребенком и поработать с семьей, то в данном случае социально-педагогическая запущенность будет скорректирована, и ребенок нормально пойдет в школу. Но здесь на усмотрение, конечно же, один из детей. Ну, и те, кто скачает презентацию, здесь несколько у меня представлений. Вот, вы можете их изучить и попытаться поставить диагноз. Если у вас будут какие-то вопросы, это представление мое на ПМПК в отношении этого ребенка. Оно достаточное, поэтому если у вас вопросы будут, я в общий чат сбрасывала свою почту. Пожалуйста, я на все ваши вопросы с удовольствием отвечу. Так, еще. Ну, прекрасно. Если это ПМПК рекомендовал оставить ребенка при задержке психоречивого развития на год еще, то да, конечно же, оставить его на год, и чтобы ребенок повзрослел. Я жду еще ваши вопросы, и будем заканчивать. Любые вопросы, которые у вас возникают по этой теме, потому что для меня это очень серьезная тема, я ее занимаюсь почти 20 лет уже вплотную, и у меня было по три, в свое время, три часа в неделю, которые можно было использовать как в индивидуальном плане, так и в групповом. Ну, естественно, что в каждом классе мы чередовали с учителем, групповые занятия, и брала я на индивидуальную работу детей и занятия. Продолжение следует... Большое спасибо Ольге Генриховне за сегодняшнюю тему. Коллеги, презентация выложена в папке «Ресурсы», ее можно скачать. Кликайте по зеленому значку слева от названия презентации, заходите в папку «Ресурсы», справа наверху значок папочки открываете, и у вас открывается. Кликайте по зеленому значку слева от названия презентации «Ресурсы» и «Ресурсы» и «Ресурсы» и «Ресурсы» и «Ресурсы» и «Ресурсы» и «Ресурсы»!»